добрейших вечеров дорогие друзья итак продолжаем мы с вами полюбившуюся с вами нам нами с вами технику упражнений для восстановления зрения и так если кто не смотрел посмотрите предыдущие видео особенно первое и второе и третье это 4 же и там в одном из них самом первом мы с вами тренировали такое движение что выбирали какую-нибудь точку смотрели на нее и делали движение головой так чтобы у вас работали глаз двигательной мышцы но при этом не возникало как бы таких моментов что глаз идет не вот по прямой линии не параллельно полу он двигается и так но в жизни бывают такие ситуации что нам необходимо посмотреть например куда-то в бок не двигая головой вправо влево вверх вниз как в этом случае быть и есть упражнение на развитие этих мышц тоже с вот фиксации головы и нужно нам смотреть вот например направо налево дело движение глазами если эти движения вы делаете закрытыми глазами то проблем нет попробуйте вот сделать такой опыт возьмите два движения вправо влево глазами и вверх вниз и сделайте это упражнение с закрытыми глазами сделайте 10 движений вправо влево и 10 движений вверх вниз закрытыми глазами потом глаза откройте и сделать то же самое уже с открытыми глазами и какая между этими двумя упражнениями разница будет будет ли у вас разница напишите в комментариях, делайте, делайте сейчас, сейчас я подожду, ладно, ждать не буду, на паузу ставьте пока, но делайте, сделали, все сделали, ты не сделал же, делай, на паузу поставь, сделай, потом дальше смотри, сделал, вот молодец, теперь пиши какая разница между этими упражнениями двумя, есть ли разница, нет, не понял, еще раз делай, понял, тогда теперь дальше сможете смотреть внимательно, разницу вы заметите такую, что гораздо легче это упражнение делать с закрытыми глазами, потому что когда вы делаете с открытыми глазами это упражнение, то кроме мышц, вот которые двигают само глазное яблоко вправо, влево, вверх, вниз, еще начинает работать одновременно с ними мышца, которая фокусирует зрение внутри глаза, которое находится, и вот когда мы с вами делаем это упражнение, например, в комнате находимся какой-то, и здесь мы, вот я, например, смотрю на стену, она от меня на одном расстоянии находится, дальше взгляд начинаю переводить, и уже смотрю на окно, оно дальше, дальше начинаю переводить взгляд, то есть все предметы, я же когда двигаю глазами, у меня глаз тоже смотрит, он тоже работает, и он пытается фокусироваться на каждом предмете, вот на который я смотрю, но не успевает это делать, если с этой мышцей есть проблемы, и это упражнение не получится эффективно делать, если сразу его вот так вот начать, потому что мышца внутри глаза, она не будет успевать подстраиваться вот под каждый предмет, который находится на разном расстоянии от вас, и поэтому это упражнение нужно начать немного делать по-другому, не как оно классически рекомендуется, например, вы берете фломастер, красный, предмет любой, если ничего нет, большой палец можно взять, можно любой другой палец, но большой, удобней просто, смотрите на него и начинаете его двигать, вы его начинаете двигать и смотрите за ним, голову старайтесь не поворачивать, вот уже в какой-то момент не видите его, вот до какого-то, ну можете голову тоже повернуть, в общем делайте движение, с поворотом головы можете делать, вот, да, примерно вот, 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 в стольких градусов, но чтобы его видеть, именно двумя глазами придется голову повернуть, тут разницы нет, можете сделать вот просто, чтобы у вас голова на месте была, определите, где вы его в крайней точке видите, вот, на одну сторону вы это упражнение поделаете, вот, и на другую сторону упражнение поделать, можно, чтобы повеселей было, это упражнение вот поделать с фломастером каким-нибудь, или, например, чтобы еще веселей было, вы можете, например, ну, телефон свой использовать, тоже вот, вы берете, смотрите, и тоже вот в одну сторону вы двигаете, в другую сторону вы двигаете, Тоже какую-нибудь важную информацию на телефоне смотрите. Итак, что это дает? Это дает возможность одновременно не нагружать мышцу, которая внутри глаза находится, которая делает фокусировку зрения. И таким образом вы уже начинаете тренировать вот те мышцы, которые глаз двигают, но при этом у вас не возникает вот таких моментов, когда вы, если бы вы просто делали, например, вот смотря на разные предметы в комнате, вы заметите вот то, что вы должны были в комментариях написать. Если кто-то не делал это упражнение, еще последний шанс у вас есть его сделать с открытыми и закрытыми глазами. Если с открытыми глазами вы будете делать, то вот, например, мы возьмем три крайних положения, два крайних положения глаза и одно центральное положение глаза. И вот когда вы глазами двигаете, они вот в этих положениях у вас будут видеть хорошо, четко, а вот то, что вот здесь вот, вот здесь вот, вот в этих промежутках вы будете видеть размыто, потому что не будет успевать вот эта мышца срабатывать сначала. И поэтому, чтобы убрать вот этот вот момент, то есть, если вы начнете глазами двигать просто так, эти мышцы, они не будут хорошо работать, они не будут подстраиваться под это движение, может возникнуть их спазм. То есть, это упражнение, вместо того, чтобы пользу вам принести, оно пользы вам не принесет. И поэтому мы вот эти моменты исключаем и не нагружаем мышцы, которые находятся у нас внутри глаза, и мы берем и двигаем вот этот вот предмет. И почувствуйте, что это движение у вас будет прям как по маслу, так хорошо будет, понравится вам глазами двигать. Почувствуйте, как это хорошо. Тут все зависит от длины вашей руки. Чем дальше, тем... Дальше. Чем ближе, тем ближе. Будет разная как бы нагрузка на глаз. Следующий момент. Мы будем с вами учиться, как вот этих вот слепых пятен, ну не слепых пятен, это я так их давайте назову, слепые пятна. На самом деле слепое пятно это другое. Ну в общем, как их убрать, так чтобы вы могли потом уже в жизни своей повседневной свободно глаза переводить, и у вас не возникало вот этих моментов размытого изображения вот в этих точках. Но для того, чтобы это сделать, вот первый этап нужно пройти. Нужно потренировать свой глаз, чтобы он научился двигаться. Также свободно мышцы работали, как и с закрытыми глазами, с открытыми, но без участия вот этой мышцы. Как ее тоже использовать уже вместе со всеми остальными, это мы с вами узнаем в следующий раз. Но это смогут делать только те, кто вот это упражнение сделал. Кто его не сделал, даже туда не прикасайтесь к тому упражнению, которое мы сделаем на следующей неделе. Дай бог. Но.